привет друзья привет друзья да на сегодня необычный выпуск вот нам дали поиграться вот такой вот игрушечкой ну как бы да эта игрушка но не детская вот поэтому без без взрослых ей пользоваться нельзя что это такое лазерный плинтер плинтер да это не плинтер это гравер лазерный гравер он пучком лазера наносит различные рисунки почему мы его назвали игрушечкой потому что но он как бы его такой масштаб маленький но не позволяет делать что-то серьезно вот тут такой небольшой рабочий стол мы просто прикрыли такой плашечка чтобы дальше его не портить вот называется он неджи и если что в описании будет ссылочка если вам понравится такая игрушечка ссылочка где его можно купить чем он может выжигать на разных поверхностях которые не отражают то есть на металле он не может от гравировать на стекле ну все что отражает лазерный луч потому что лазерный луч это что это пучок света да то есть вот это двп у нас то вот дерево картон вот но и будет дальше сюрприз но пока мы вам покажем на примере вот кусочек дерева вот и мы сейчас на нем попробуем выжечь какой-то рисуночек сложим сюда вот вы видите пучок лазера то есть он присоединяется usb кабелем дальше в комплекте идет программное обеспечение вот это вот такая вот программу линка совершенно не сложно вот и мы сейчас занесем тут в комплекте были картиночки вот но мы также еще взяли свои картиночки вот давайте попробуем железного человека да и перетаскиваем его вот сюда вот такой железный человек тут размер очень маленький всего 5 на 5 сантиметров вот нажимаем centimight что машины вот он там что-то просчитывает и принтер и принтер нам показывает область где он будет это печатать можно немножко подвинуть вот тут можно изменить скорость мы поставим чуть побыстрее чтоб долго вас не томить потому что это не очень быстрый процесс и старт нажимаем да вот что у нас получилось на дереве немножко рисуночек не по центру но не страшно вы видите какой получился классный железный человек очень мелкие детали может прорисовывать вот сейчас понятно на на картоне на двп понятно также есть возможность печатать на коже вот такой вот богдан центу и мать эту машина вот сейчас нам лазер покажет а где будет нарисовано нарисован этот рисунок приблизительно по центру и и нажимаем старт и печатает на коже вот что у нас получилось на кусочки кожи но если подобрать правильно шрифт будет конечно читабельнее чем тут но все равно прикольно выглядит она такая объемненькая и теперь попробуем попечатать на еде да 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 что у нас тут есть чипсы два вида печенька сосиска и хлеб можно напечатать портрет на печеньке на хлебе можно если вы работаете в офисе да и кто-то постоянно крадет вашу еду можно на ней печатать свое имя или не ешь меня да ну давайте в общем попробуем с чего начнем из чипсов давайте начнем с чипсов на чипсах мы решили напечатать вот такой сырочек так у нас получилась вот такая вот сырная чипсинка вот продолжаем эксперименты с чем печенюшкой с сосиском давай сосиску напоследок оставим давай хлебушек хорошо на хлебушке мы решили напечатать логотипчик бэтмена посмотрим что получится на такой сложной поверхности сможет ли он вообще ее прожечь на хлебушке у нас не получилось напечатать потому что сильно сложная поверхность и он просто ее не прожигает дальше попробуем на печеньке и вот такую вот картинку мы напечатаем на печенюшке смотрим что из этого выйдет и так после нескольких неудачных попыток получилась вот такая вот прикольная печенюшка неудачных потому что мы сначала сделали сильно большой прожиг и оно так вот все запалило вот ну так вот такая вот интересная печенюшка получилась дальше будем вырезать сосисочку сардельку из-за высоты тоже не получилось прожечь потому что на нее не фокусировался лазер если вы видите вот три точечки такие сейчас я ее попробую разрезать может на срезике получится и вот получилась такая бэтменская сосиска сарделька кушать наверное ее уже не стоит но вот такой эксперимент и так вот что у нас получилось из еды получилось напечатать только на печенье и на чипсах и на срезе сардельки вот ну и на остальных материалах тоже важно также найти правильное время прожига потому что когда большое время прожига вот получается вот такой вот грязный рисунок если так можно сказать потому что когда правильное время прожига получаются вот такие вот четкие красивые линии вот кстати вариант так сказать портрета тут тоже было большое время прожига вот ну в общем интересная игрушечка но особо практичного применения найти ей наверное сложно хотя все зависит от ситуации но в общем если вам понравилось ставьте ваши лайки подписывайтесь а пока пока а пока пока